Их не надо бояться, просто нужно готовиться. Тем более, что статьи вы сами находите, сами по ним готовите презентацию. Все известно. А дальше уже мы сегодня закончим последнюю тему заключения. И это будет последняя структурная единица на автореферата и диссертации. Мы будем ждать остальных, потому что это не имеет смысла. То ли придут, то ли не придут. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – это заключение. Заключение также является структурным элементом диссертации. Очень важно. И пишется она по определенным клише или по определенным стандартам. Вот у вас здесь есть. Я это вам все отправляла. Но не уверена, что вы прочитали дома. Поэтому я даю сейчас вам время, чтобы вы прочитали вот этот текст и ответили на вопросы. А дальше мы с вами посмотрим, как пишутся заключения в диссертациях. То есть это фрагменты диссертации. Пожалуйста, читайте. Время нужно. Анализу этого текста. Так, что ж такое заключение? Так, заключение – это небольшой текст. Как у вас сказано, одна-две страницы. Небольшой текст, но очень-очень важный. Потому что без заключения не может быть диссертации. Это такое логическое изложение того, что вы хотели сделать и что у вас получилось. То есть что вы сделали. В заключении мы говорим о полученных результатах. Что там должно, вот в этом тексте, что должно быть отражено. Но прежде всего, точно так же, как в выводах, что сделано. Что сделано в диссертации? Что сделано лично вами, как молодым ученым? Итак, вот первое, что в структурном элементе, да, это структурный элемент заключения. Необходимо подтвердить обоснованность положений диссертации результатами своих исследований. Какие это положения? Это положения, выносимые на защиту. Мы с вами уже с ними знакомились и читали их. То есть мы подтверждаем справедливость, обоснованность, правдивость вот этих положений, выносимых на защиту. А подтверждаем мы их результатами. И дальше вот мы видим, что нужно показать результаты и дать рекомендации, как этими результатами пользоваться. Или вот если вы, например, написали программу, или там создали новый словарь какой-нибудь, или, например, робота создали, то вам нужно сказать, где это все можно использовать. И самое главное, как это можно использовать. Обязательная позиция. Это также, кроме того, что вы сделали для науки, какие есть перспективы у ваших исследований. Вот вы, например, это сделали сейчас, да, но после вас тоже придут новые молодые аспиранты, исследователи. И у них будет похожая на вашу тема. И вы можете им посоветовать, как использовать результаты вашей диссертации. Что нужно дальше разрабатывать, если вы сами не будете этим заниматься. Например, вы не хотите писать докторскую. То вы рекомендуете таким же молодым ученым, аспирантам, где можно использовать те наработки, тот материал, который вы представили в своей диссертации. И как им пользоваться. Обязательно должны показать в выводах, да, чем отличается ваша работа от того, что было сделано до вас. А это значит, вы должны показать новизну своей работы. Вот то, что было сделано до вас, это уже как бы известный материал. Ну, можно сказать, что это старый материал. Но теперь вот новый материал, это то, что сделали лично вы. Ваш вклад, ваш вклад в науку. Что еще очень важно? У вас в каждой главе, каждая глава заканчивается выводами. Мы об этом с вами тоже говорили. И когда анализировали оглавление, мы видели, что в оглавлении обязательно в каждой работе стоит номер страниц и написаны выводы по главе. Вспоминаете, да? Было такое. И вот что хочу сказать. Допустим, в вашей работе три главы. Но вы не можете взять все выводы, да, вот из первой, второй и третьей. Там их очень много. Обычно выводов бывает пять-шесть. В среднем пять-шесть выводов по главе. Ну, давайте вот возьмем среднее. Даже если четыре, даже если четыре-пять выводов у вас три главы, значит, у вас получается пятнадцать. Пятнадцать выводов. В заключение эти выводы, все выводы, вот все пятнадцать выводов ставить нельзя. Это неправильно. В заключении должно быть семь-восемь выводов. Ну, может быть, в редкие, не знаю, там, если очень сложная диссертация, там, то может быть, например, девять позиций. Но не больше. Больше уже не бывает. Обычно шесть-семь в преднем. Поэтому, еще раз повторяю, нельзя взять выводы из каждой главы и просто механически их поместить в заключение. Это неправильно. Что еще неправильно? Неправильно брать текст выводов по главам и писать его в заключении. Требуется сделать его рерайтинг. То есть написать то же самое, но другими словами. Поэтому и обратите внимание, когда вы будете писать выводы, что было, что стало. То есть вот так называемое выводное знание. Вот здесь вот вы видите. Вот вывод, выводное знание. То есть знание по отношению к тому, что было там, к исходному материалу. Вы же все равно какой-то исходный материал берете для своего исследования. И вот это было, а вот то, что сделали вы, это стало. Поэтому обращаю ваше внимание еще раз, что вы должны написать, что стало. И какой ваш реальный вклад, личный вклад автора диссертации. Ну и возвращаемся к тому, что это маленькое по объему, это очень немного, одна-две страницы. Но обычно это в среднем полторы страницы. Но еще раз повторяю, что без заключения, без выводов не может быть диссертации. Это самое главное. Вы должны показать и сравнить. Выводы у вас должны отражать положения, выносимые на защиту. Еще раз к этому возвращаюсь, потому что мы с этим работали. И вы читали, мы анализировали. Именно положения, выносимые на защиту. И должны быть в основе этих выводов. Ну, я уже все прокомментировала, поэтому отвечать на вопросы. Вот они вопросы. Что такое заключение, какую функцию, чем отличается заключение от выводов, каков должен быть объем заключения. Мы с вами уже ответили на эти вопросы. Теперь я жду вопросы от вас. Все ли понятно, что должно быть заключением? Спрашивайте. Если вопросов нет, тогда мы двигаемся дальше и смотрим реальные заключения. Как их писать? Реальные заключения пишутся формализованным языком. И используются одни и те же слова. Вот сейчас мы их выделим зеленым. Да, вот то, что мы с вами во всем курсе. Помните, я вам выделяла зеленым цветом. Это универсальные фразы, предложения, которые вы должны взять обязательно в свою работу. То есть там подставляется только чужая тема, чужая терминология. А в принципе есть общие слова, которые могут быть взяты во все диссертации. Итак, вот оно начало. В заключении сформулированы общие выводы о научной новизне и практической... Вот опять мы с вами делаем вот так. О научной новизне и практической ценности результатов работы. Часто вот эта вот рубрика, может быть, основные выводы и результаты. В филологических работах вот я не видела. Там было просто заключение. Большими вот буквами было бы вот здесь вот написано заключение, а вот этого бы не было. Я нигде не видела, что это пишется именно так. А дальше вот то, о чем мы говорили. То, что мы прочитали. Что должно быть один, два, три, четыре. И это один, два, три, четыре должна быть связана с положениями, выносимыми на защиту. Вот мы с вами в качестве примера мы берем заключение из диссертации обеспечения инновационного развития высшего учебного заведения на основе оценки и управления конкурентоспособностью образовательных программ. Уже много-много раз мы читали отдельные структурные элементы. Мы когда смотрели, чтобы у нас все-таки была одна и та же терминология. Я специально брала одинаковые работы. И вот на этих нескольких работах мы с вами и рассматривали, как это правильно написать. Что мы видим? Мы видим общие слова. Сейчас, извините. Мы видим общие слова. Вот оно начинается в результате проведенного, в рамках диссертационной работы. Дальше анализа, там, исследований. Ну, неважно, вот пока сделаем вот так. То есть вот это вы можете взять. Начало мы берем в любую работу. В результате проведенного в рамках диссертационной работы, анализа официальных данных и результатов научных исследований. Вот это тоже мы можем как бы считать, что это исследований. Дальше о чем мы? Да, а вот дальше каждый свое ставит. Здесь вот о состоянии экономики Российской Федерации, прогнозах ее развития, а также систематизации современных подходов к управлению конкурентоспособностью предприятий. Установлено, что стратегически важной задачей для отечественных машиностроительных предприятий является разработка и внедрение системы управления созданием и развитием предприятия, позволяющей сформировать долгосрочные, устойчивые, конкурентные преимущества за счет воздействия на стоимостно образующие материалы и нематериальные факторы технологического характера. То есть в первой позиции мы с вами видим характеристику ситуации. То есть здесь еще нет того, что сделано. Здесь только характеристика ситуации. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Теперь смотрим. Вторая позиция. Разработана концептуальная модель. Вот о чем мы говорим. То есть результат. Результат представлен кратким причастием. Разработана концептуальная модель управления сознанием и развитием и так далее. Вот не буду читать до конца, потому что для нас важно первое слово. Третья позиция, то есть третий вывод. То же самое. Разработана организационно-экономическая тема. Четвертая. Предложена содержательная трактовка понятия. Вот мы с вами говорили, что это теоретический вклад. Если есть трактовка понятия, то это вклад в теорию, а не в практику. Следующая, пятая позиция. Предложено новое определение понятия. Вот это также вклад в теорию. А вот практическая значимость, то, что важно, где это использовать, да, практическая значимость. Подтверждена. Вот она подтверждена. Ну вот здесь есть, можно написать подтверждена фактами или исследованиями. Не важно. И дальше, соответственно, подтверждено в учебном процессе и отражено. В соответствующих актах о внедрении. То есть есть вот такой акт о внедрении. Это документ, который получает аспирант. Так, акт о внедрении говорит о том, где это можно использовать. Теперь смотрите, что у нас здесь есть. Вот если мы вернемся, если мы вернемся к названию, да, вот инновационное развитие высшего учебного заведения, оценки управления конкурентоспособностью образовательных программ. Вот что мы видим? Мы видим модель управления созданием и развитием вот этого конкурентоспособностью образовательных программ. То есть в выводах, опять-таки, мы видим слова, которые у нас есть в названии диссертации. Так, и смотрим, сколько здесь позиций. Ну вот, как я вам сказала, в среднем здесь 6 выводов. 6 выводов. То, о чем мы с вами говорили. Пожалуйста, посмотрите, какие вопросы. Так. Очень интересно сравнить с положениями, выносимыми на защиту. Я думаю, что вот они могут каким-то образом повторяться. Но сейчас у нас просто нет на это времени. И для этого нужно читать текст со словарем и готовить и понимать. А то, что я вам сейчас на словах объясняю, это не совсем понятно. Так, есть вопросы? Хорошо, смотрим дальше. Вторую. Вот следующая работа. Опять-таки, начинается. В заключении сформированы общие выводы о научной новизне практической ценности результатов работы. То есть вы видите, что здесь то же самое, что здесь. Вот, пожалуйста. В заключении сформулированы общие выводы о научной новизне практической ценности результатов. Все одно и то же. Ничего нового. Теперь смотрим опять, с чего начинаются основные выводы и результаты. Также в результате проведенного в рамках диссертационной работы исследования официальных данных и научных исследований. И дальше о чем? Здесь мы с вами видели, вот в результате проведенного в рамках диссертационной работы анализа данных о состоянии экономики. Здесь о современном состоянии системы ВПО. То есть, пожалуйста, то есть вот то, что зеленое, это универсальная фраза, которую можно разместить в каждой диссертации использовать. И опять, вот она, обеспечение инновационного развития высшего учебного заведения на основе оценки. Значит, смотрим. Опять то же самое. Второе. Разработана концептуальная модель. Вот мы видим краткое причастие. Креативное. Разработано. То есть, это сделано самим исследователем. Опять следующее. Разработано. Вот обращаю ваше внимание, что если бы было описано, да, описано что-то, то это пассивное такое действие, в котором нет новизны. Вы взяли уже готовый материал и описали, что там было. А вот разработка модели, разработка системы, это как раз то, что и является новым и вашим личным вкладом в науку. Установлено. Установлено вот тоже. Что может быть установлено? В результате какого-то анализа. Не хочет. В результате какого-то. Не знаю, сейчас попробую. Установлено вот что-то. Что критерием эффективности функционирования системы является выполнение следующих необходимого и достаточного условий. Дальше смотрим. Вот опять теоретический вклад. Уточнены понятия. То есть не новые введены, не новое дано определение, а просто, возможно, дополнены. Там в определении заменены отдельные слова на другие. Ну, вот как-то немножко изменено это направление. Это определение понятия. Дальше что у нас опять? С учетом предложенных трактовок разработано. То есть мы с вами видим, что практически одни и те же слова. Разработано, уточнено, определены. Вот они, этапы. Определены этапы разработки. Вот видите, здесь восемь, здесь восьмой. И то же самое, как и в той работе. Практическая значимость. Вот она, практическая значимость. Подтверждена фактами. Так же, как и в предыдущей. То есть вы видите, что заключение во многом похоже по тексту друг на друга. И то же самое отражено внедрение. То есть что-то новое. Все то же самое. То есть взято за основу вот эта синтаксическая конструкция. И наполнена содержанием и терминами, которые были использованы в этой диссертации. Смотрим дальше. Опять то же самое. Называется разработка системы управления созданием и развитием конкурентоспособных машинстроительных предприятий. Начинается стандартно. В заключении сформулированы общие выводы о научной новизне практической ценности результатов. То есть вот то, что для всех диссертаций характерно. И опять то же самое. В результате проведенного в рамках диссертационной работы официальных научных исследований. О чем? Опять о состоянии экономики, прогнозов развития и так далее. Вот опять смотрим здесь второе. Разработана концептуальная модель. Так, что у нас одно и то, что получается. Что-то здесь ошибка, наверное. Сейчас почему-то здесь я второй раз посмотрю. Это вычеркнуть. Интересно. Названия разные. А выводы одни и те же, наверное, ошиблась. Ладно. Это ошибка. Давайте-ка я это все. Смотрю там. Вот. Смотрите. Здесь немножко по-другому сделано. Основная разработка методического инструментария управления оценкой и управлением риском банкротства промышленных предприятий. На примере предприятий металлургической отрасли. Здесь у нас нет вот этого вступления. Здесь просто основные выводы и результаты. И начинается обобщенные результаты проведенного исследования заключаются в следующем. И дальше идет перечисление. Поставлено и реализована актуальная задача. На основе анализа выявлены основные факторы. Определен круг задачи. Третье. Проведено исследование содержания чего-то там. В диссертационном исследовании представлены результаты систематизации и анализа. Систематизации и анализа. А теперь что еще? Определены раскрыты этапы проведения чего-то. Шестое. Разработан метод. Построены модели. Разработан инструментарий выбора метода. Опробирование разнообразных моделей на базе показали высокую результативность выводов. И так далее. То есть вот здесь мы с вами видим 9 выводов. Ну вот то, что я вам и говорила. О том, что вот такая может быть там 6-7 средняя. А тут вот мы сделали здесь 9. Ну видимо это очень такая сложная диссертация. И поэтому здесь есть что сказать миру. Вопросы? Как видим, вот эти позиции 1, 2, 3, 4, 5. Они начинаются с краткого причастия. Что сделано? Следующая. Разработка механизма государственной поддержки стратегического развития станкостроения в Российской Федерации. Почему смотрят эти буквы? Не знаю. У нас сейчас закончится второй урок. И опять-таки обобщенные результаты проведенного исследования заключаются в следующем. И вот эти самые результаты стоят здесь сколько у нас? Здесь 8-9. Да, здесь тоже 9. И везде у нас в каждой позиции есть краткое причастие. Исследование нацелено. То есть цель какая актуальной задачи. Государственной поддержки актуальной задачи. У каждого может быть своя актуальная задача. Дальше. На основе исследования установлены связи. Вот, пожалуйста. Определены. Видите, одни и те же глагольные конструкции. Установлены. Определены. Проведено сопоставление. Уже устал компьютер не работает. Определено. Дальше что у нас с вами показано? Выявлены ключевые проблемы. Что еще? Что еще? Разработана процедура. Что еще у нас здесь есть? Шестое. Разработана концепция. Как видите, все повторяется. Нет никакого разнообразия глагольной системы. Построено. Оригинальная модель. Проведенная так. Вариантов поддержки. Показано. Целесообразность дополнения. Хотя должна быть... Показано. И девятое. Что у нас тут? Даны рекомендации. Даны рекомендации. Поэтому вот. Посмотрите. Сейчас мы заканчиваем второй урок. И переходим к третьему. Ст Villаза. П Contain賞IN. А. П П